Рынки вновь игнорируют важные макроэкономические публикации. Так, сегодняшний отчет по инфляции в Японии не смог изменить настрой на финансовых рынках. Трейдеры по доллару пытаются найти наиболее обоснованную ценность для американской валюты. Подробности этого процесса в очередном информационном выпуске на канале ИнстаФорекс ТВ. Котировка индекса USDX, демонстрирующего силу американского доллара по отношению к корзине из шести основных мировых валют, колеблется в довольно широком торговом диапазоне между 92.60 и 93.00. Еще вчера доллар снижался на фоне сохранения политических разногласий в Конгрессе и неоднозначных перспектив в американо-китайских отношениях. Также не облаговолили росту доллара и данные по количеству заявок на пособие по безработице, число которых вновь превысило отметку в 1 миллион. Тем не менее, в преддверии выходных трейдеры все же решили вновь открыть сделки на покупку доллара, предпочитая американцев в качестве безопасной валюты. Аппетит к риску помог и иене набрать вес. График уверенно идет вниз к целевой отметке на 105.40, вопреки противоречивым данным по японской инфляции. Все это в очередной раз убеждают в том, что трейдеры ориентируются исключительно на внешний информационный фон. К тому же, следующее заседание Банка Японии состоится лишь в середине сентября. Вот тогда данные по инфляции, возможно, и рынками отыграются. А пока мы продолжаем наблюдать за динамикой пары доллар и иена, что застряло в боковике. Эксперты технического анализа не исключают развития и восходящего движения в столь неопределенное время. Но для этого графику необходимо прежде подняться выше отметки 106.25. Что касается австралийского доллара, то нисходящая коррекция прервалась. График так и не дошел до обозначенного нами уровня 0.7110, помешало возобновлению распродаж доллара после публикации данных о заявках на пособие по безработице в США. Баланс настроений изменился в сторону роста и на фоне довольно позитивного отчета по розничным продажам в Австралии. Но тем не менее эксперты технического анализа продолжают настаивать на краткосрочности такой тенденции и ждут возобновления снижения котировки. А именно, уход под уровень 0.7182 станет причиной к походу все к той же цели на 0.7110.